Панихида 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 Господь сказал в Священном Писании такие слова, в чем застану, в том и сужу. Некоторые люди умерли от пьянки, некоторые наркоманы умерли от передозировки, некоторые поумирали во время убийства или самоубийства. Я не думаю, что они стали наследниками Царства Небесного. Но им же тоже нужна помощь, им же можно помочь этим людям. Как можно им помочь? Мы, конечно, до них не дотянемся, но что можно? Можно попросить Бога, чтобы Господь им простил всякое согрешение, вольное и невольное. Можно это сделать вместе с Церковью, там, где собраны двое или трое во имя Мое. Там Господь говорит, и я нахожусь среди них. Так что мы сегодня собрались все вместе, чтобы умилостивить нашего Бога и попросить помощи для этих людей. Это же в наших силах или нет? Никто нам не запрещает просить. Можем же просить? Можем просить, и по нашей вере Господь все нам даст. Приведу вам простой пример наш земной. Недавно у меня отец попал в больницу. И, кстати, в Запорожске приехали, да? В Запорожске. В жесточайшие условия попал. Звоню, говорю, что-то, какие условия. Говорит, даже воды нет питьевой. Представляете? Страшно. А что там кушать? Кушать, говорит, невозможно это есть. Хорошо нашлись добрые люди, которые принесли водичку и покушать. А вот попросили еще вышестоящих начальников, которые позвонили и в хорошую палату перевели. То есть я о чем говорю? Просьба идет. Это, в принципе, наша молитва. Так вот, братья и сестры, так и усопшие наши сродники, которые ждут от нас этой помощи, нашей просьбы. И когда мы просим, Господь, конечно, умилосердится и может человека из вечного, можно сказать, вечной страдания адов перевести в более светлые и небесные обители. Если дотянуться не можем до них, а просить, конечно же, можем. И по вере нашей все просимое, конечно же, будет исполняться. Так что мы в сегодняшний день собрались, чтобы помочь страждущим, которые не наследовали Царство Небесное, чтобы руку помощи своей протянуть. Почему не можем мы это делать? Можем и нужно, это наша священная обязанность, молиться за всех усопших наших сродников, которых мы знали, за соседей, за тех, особенно сказано, молитесь за наставников ваших, которые говорили вам Слово Божие. Особенно за этих людей, которые наставляли нас в вере, это обязанность наша молиться за них. Так что мы в сегодняшний день делаем священное дело Божие. Молимся о покоении наших сродников. Пройдет такое время, братья и сестры, мы приставимся, косточки наши уже сгниют. Но если мы делали добро и просили за наших усопших сродников, то наших, кто останутся на земле наши знакомые, тоже будут просить, чтобы Господь и нас всех простил и даровал нам Царство Небесное. Особенно, знаете, всегда святые угодники Божие, которые получили особенное дерзновение перед Богом, они вымаливали, даже здесь живущие на земле, многих усопших. Почему приходили в обители к великим духовникам, к маститым протереям, к старцам и просили их помощи, приносили пожертвования, говорят, помолись, дорогой батюшка. О таком-то, таком-то и верили, что за молитву праведника все исполнится по милости Божьей. Переду вам такой пример, насколько святые имеют дерзновение перед Богом. Знаете себя на Кронштадтского, да? Хорошо, наверное, знаете житие. У него была такая ближайшая сподвижница, Игумни Таисия Леушинская. Очень интересная книга, всем советую, кто не прочитал, обязательно почитайте автобиографические повести Игумни Таисии Леушинской. Она основала с помощью, вместе с отцом Иоанном, около 10 монастырей на Святой Руси. Ее называли Игумни Русской земли. И она часто беседовала с отцом Иоанном Кронштадтским. Так вот, в одной беседе у нее была, знаете, такая вот неуверенность о почившей своей матери, потому что мать ее не пускала в монастырь, препятствовала ей духовной жизни. И она сомневалась, как же мать, унаследовала Царство Небесное или нет. И вот они в беседе с отцом Иоанном, она ему говорит, дорогой батюшка, так переживая за свою маменьку, она так ее называла, что же с ней будет? Какая загробная ее участь будет? Отец Иоанн как-то промолчал, дальше пошел разговор, разговаривали о духовных вещах. А потом прошло время, и отец Иоанн говорит, маменька твоя достигла Царства Небесное. Она говорит, о чем говорите, батюшка? Ты что меня просила, говорит, узнать, во время нашей беседы я взмолился Господу, чтобы Господь мне сказал, и Господь мне дал откровение свыше, что маменька твоя унаследовала Царство Небесное. Представляете, какая власть дана людям святым на земле? Они даже прозревают будущее, что за гробом находится, хотя это величайшая тайна, но по молитве праведника Господь даже эти тайны открывает будущему. Так что, братья и сестры, обращайтесь сейчас к нам, праведникам, к монахам несчастным, чтобы мы тоже ходатайствовали о вас. Вот наша молитва немощная, не такая, как Иоанна Кронштадтского. Но мы на что надеемся? На то, что мы в Церкви Христовой пребываем. И за молитвы Церкви Господь многих простит и ведет их в Царство Небесное. Особенно на страшном суде Господне. Многих, кто сейчас мучится во аде, Господь за молитвы Церкви, за вот эти ваши записочки, которые подаете каждый день, за то, что мы вынимаем и омываются эти частички в крови Христовой. Вот за это дерзновение, за веру Церкви на всех, собравшейся в Церкви Христовой, многие Господь простит, помилует и дарует им Царство Небесное. Как говорят, одна из версий святых отцов, кто не спасется? Явные безбожники и еретики, которые в своей жизни раздирали хитон Христов намеренно. Вот эти люди под сомнением спасения. Остальные все, особенно верные чадо Христову, те, кто ходили в храм, те, кто исповедовались, те, кто причащались, те, кто хранили заповеди Господние, получают большое дерзновение перед Богом. Дай, Господи, нам всем, братья и сестры, тоже стать наследниками Царствия Небесного. Аминь. И дай, Господи, чтобы нам после нашей смерти, тех, кто останется здесь на земле, пропели всем нам вечную добрую христианскую память. Смотри, к сожалению, на всех этих сектантов несчастных. Какие же они убогие. Как можно не поминать своих родителей? Сказано как? Чти Отца Твоего и Матерь Твою, не только здесь на земле, но и в загробной жизни обязательно. И за эту нашу любовь Господь их не отвергнет, но дарует им обязательно Царствие Божие. Аминь. Всех, братья и сестры, поздравляю уже с наступающим праздником Святой Троицы. Посмотрите, как Церковь Христова заботится о нас. Не только, чтобы мы здесь праздновали праздник Святой Троицы, а перед этим большим праздником совершается родительская панихида, чтобы наши усопшие тоже возрадовались уже за гробом, вместе с нами прославляли Троицу Святую, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok